антон приветствуем тебя всем привет 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 дорогие телезрители наверно можно так назвать твич они да твич они антон рады тебя увидеть видишь провели сейчас если ты слышал квиз про по твоей биографии человек угадал многие вопросы все правильно знает 17 сезонов динамо это конечно вообще в голове не укладывается но это так и есть антон давай начнем с темы сборов ну в москве сейчас сколько показывает один градус тепла кстати неожиданно но все равно снег падает метель слякать под ногами в катаре мы смотрим каждый день ты выкладываешь фото твои партнеры выкладывают фотографии у вас там жара как вообще с ней справляетесь расскажи вообще про условия подготовки ну во первых я хотел бы сказать что я сам сейчас только узнал о том что 17 сезон у меня сейчас идет действительно достаточно много что касаемо обстановки здесь мы конечно же очень много тренируемся у нас двухразовые тренировки и как федя вот недавно подметил что это одни из самых сложных сборов которые у нас были я его абсолютно поддерживаю действительно не просто но при этом наверное дальше номера футбольного поля и ресторана где мы питаемся мы ничего больше не видим практически ну и пляж который был несколько раз и это они после того как мы купались и отдыхали именно работа идет нагрузка там либо после тренировок на поле некоторые ребята ходят искупаться освежиться потому что вода здесь не супер теплая я например такую холодную воду не люблю купаться в такой воде поэтому максимум там постоять чтобы немножко в воде не в воде постоять немножко чтобы ноги отошли перед следующей вечерней тренировкой антон ну наверно тренд этих сборов вот опять таки по фотографиям и ты сегодня выложил stories фотографию с подписью backstage и смайлик поставил но такой я так понимаю работящий да какой-то смайлик уставший может быть да то что жара вот прямо действительно невыносимые такие условия или все-таки можно с этим справляться да наверное не дело не в условиях дело в целом в работе работа идет работа достаточно сложная за нами следят много тренеров в том числе есть датчики которые каждый раз тренерский штаб смотрит подачи по сколько мы пробежали сколько пробежали интенсивно и если где-то чуть не хватает нам еще добавляют в общем обычно тренер говорит перед тренировкой у нас тренировка на час к примеру час там или полтора но как правило выходит не полтора часа час сорок час пятьдесят поэтому непросто но такое время подготовки но всегда непростой для нас и тем не менее хорошая погода это классно но мы сюда приезжаем для того чтобы тренироваться много усердно и поэтому не так много времени свободного есть чтобы выйти погулять или уж тем более находиться на пляже а вот касательно нагрузки вот многие же говорят что вратари отдельной жизнью живут то есть вот такие подотворные сборы проходят как ты говоришь и вот в чем отличие как вот вратари готовятся и полевые игроки если она такое первые два дня мы тренировались в общей группе с игроками каждый день у нас по две тренировки мы не брали перчатки мы очень много бегали то есть всю работу которую выполняют полевые игроки а у них соответственно много анаэробной работы не очень много бегают и соответственно мы работали с командой потом уже мы начали часть тренировки проводить с игроками и часть отдельно конечно у нас есть свой тренер и мы достаточно много времени сезоне и в подготовке проводим отдельно так как нам нужно больше не только играть ногами но еще и при этом ловить мячи и у нас много специфических упражнений соответственно много прыжков много взрывной работы вот именно именно что касаемо прыжков падений встать успеть переместиться несколько ударов подряд у игроков соответственно совершенно другая работа антон вот но часть времени поэтому мы проводим отдельно я признаюсь честно под огромным впечатлением вот видел ролик который динам тв выкладывала где вы четыре надувных манекена и надо было из девяток вытаскивать мячи так по кругу их оббегать да это самое сложное упражнение в принципе которое может быть потому что мне кажется вот так вот летать падать вставать падать вставать и так на протяжении нескольких там секунд или минуты мне кажется вообще нереально просто до каждой каждой предсезонку первый сбор у нас есть одна такая тренировка силовая которую нужно вытерпеть выдержать потерпеть да там задача как можно там есть круги до треугольники каждый треугольник вратарь должен пробить тебе в угол ты должен поймать ты должен таких таких ударов сделать 9 поймать 9 раз да но это нужно сделать все максимально быстро и конечно же после там первых двух серий в одну сторону низом в другую сторону низом уже конечно становится сложнее сложнее с каждой серии поэтому эта тренировка одна из самых сложных у нас и после этого там есть еще ряд упражнений там таких квадратов когда как вот обычные ребята играют в квадрат у нас и друг другу дают пас и один игрок находится в квадрате должен отобрать один лотарь должен отобрать мяч но только игроки играют ногами отбирают ногами у нас задача там прыгать на каждый мяч и вратар суками а по вратарски да и это тоже достаточно сложное упражнение там порядка 35 или 40 секунд нужно выдерживать таких несколько серий ну в общем тренировка однозначно одна из самых сложных которые у нас есть на сборах да просто когда смотришь на все эти кадры просто удивляешься как хватает сил у футболистов а еще и желание какое вот потому что я помню цитату видео что антон что 18 что 36 футбол одинаково любит также горят глаза ну да это так но знаете футбол это моя жизнь и я люблю люблю играть в футбол и мне я понимаю что что те тренировки которые сейчас у нас мы проводим что их нужно провести максимально качественно и потом в играх они воздадутся да и вот эти сложные тренировки они потом ну надеюсь буду переходить и в сейвы спасения но без без предсезонной подготовки невозможно в сезоне хорошо играть без хорошего фундамента кстати об играх вчера динамо провела первый контрольный матч обыграли слоун 2-1 ты начал эту встречу какие общие ощущения эмоции от первой игры что удалось не получилось в чем еще прибавлять ну во первых мы играем под большими нагрузками и у нас буквально за день до игры утреннюю тренировку ребят был песок на пляже не вы наверное видели уже эти видео когда ребята просто там умирают ну и соответственно у нас тренировка была на поле у вратарей мы занимались отдельно но при этом у нас там были штанги и много прыжков ну то есть задача сейчас играть на усталости и вот как говорит тренер когда вы сильно устали нужно играть и нужно думать больше и в общем если ты усталость тебе тяжело то тогда просто принимай мяч отдавай занимай правильную позицию вот и вчера была именно такая игра нам было достаточно сложно и начали мы как мне кажется тяжело раскачиваясь пропустили причем такая ситуация первый раз когда мяч видимо пролетел насквозь сетки была там дырка дырку и участи не поняли вообще был гол или нет в этот момент я подумал о том что вроде он должен был залететь на замечание от сетки значит да значит нет гола хотел оспаривать ситуацию судей но понятно что нет смысла а вот ну и мы хорошо скачались забили мне кажется очень красивые голы у нас очень достойный был соперник против нас но мне почему-то кажется что мы тоже были по нагрузкам в общем игра была непростая мы выиграли и с хорошим настроением двигаемся дальше завтра уже следующий матч но опять же повторюсь самое главное сейчас это вот заложить фундамент тяжелые тренировки и понятно что наверное со стороны иногда кажется ну это же элементарный пас как его можно было не сделать потеряли мяч но вот из-за большого количества нагрузок иногда даже простой пас не получается сделать точно антон не знаю кого еще спросить кроме как тебя потому что ты в команде уже сто лет практически динамо весну проводит не очень хорошо и сейчас все на этом акцентируют внимание последние годы до весенний отрезок не очень удавался вот на твой взгляд нынешние сборы что-то скажем так подстраиваться потом исправить ошибки прошлого не знаю что чем-то отличаются от прошлых сборов после которых но у динамо проблемы были я думаю задаете вопрос почему у нас есть на обычно провальная ну я про это я как бы про это и говорю да вот я акцентирую что вот сейчас эти сборы они заточены на то чтобы весна не была провальна ну если вопрос стоит так что почему мы их провалим весну то я конечно не смогу ответить то что если бы мы все знали почему это я думаю что уже давно решили бы эта проблема но сейчас сейчас как как мы уже говорили о том что одни самых сложных сборов поэтому физически я уверен что мы будем выглядеть лучше и и это будет залог нашего успеха весной как минимум а если ну и конечно же еще же есть некоторые моменты как наш розыгрыш да что мы стали меньше выбивать мячи больше разыгрывать особенно когда мы начинаем от ворот и больше стараемся владеть мячом и тренерский штаб очень не любит когда мы просто начинаем выбивать мячи в общем очень много уделяем внимание и розыгрыш от ворот и как от ворот довести мяч до завершения в атаке поэтому ну работа идет работа серьезная и уже пол сезона мы провели с нашим тренерским штабом и поэтому уже все понимают требования ну наверное это залог на то чтобы весна была удачная а если в целом обсудить сезон вот первую половину антон получается вот подход марцева вот он он сильно изменился как ты рассказал а вот как для тебя именно этот сезон вот доволен для этой игрой клуба в первой части сезона я думаю что в целом положительно мы не так сильно отстаем вот краснодара и зенита мы в тройке в данный момент и и готовимся к тому чтобы дальше прогрессировать дальше выигрывать и понятно что в конце мы увидим результат и понятно что многие сейчас говорить о том что весна у нас неудачная да и как как это вопросы и задаются но я считаю что ни в коем случае не нужно смотреть на то что было и нам марта как-то об этом и сказала что ребят я не знаю что у вас раньше было до меня и там какое вы место занимали сейчас я здесь наш тренерский штаб здесь мы соответственно сделаем все для того чтобы вы выступили успешно чтобы мы все вместе выступили успешно он то есть серьезно прививает команде менталитет победителей да чтобы не боялись брать на себя ответственность брать за результат вот это все безусловно конечно окей на самом деле у нас я могу чуть больше еще рассказать да у нас бывают тренировки когда не все получается и там на общем фоне нагрузок тяжело проходят тренировки и ну например даже как могу пример привести вчера у нас была игра и уже сегодня мы думали что сегодня будет чуть полегче тренировка она сегодня у нас одна потому что завтра уже следующий матч и сегодня у нас была очень сложная тренировка не была то есть все думали чтобы будем восстанавливаться после игры и готовиться к следующему матчу но в целом должны играть под нагрузками и поэтому должны сегодня были хорошо потренироваться и был момент когда марцелл мы делали упражнения немного видимо неправильно недопоняли марцелл остановил тренировку и достаточно так жестко сказал о том что ребят если вы не хотите тренироваться мячами значит вы будете сейчас бегать и мне все равно что завтра у вас у нас игра следующая поэтому в некоторых моментах и некоторых ситуациях достаточно марцелл достаточно жесткий и бывали ситуации когда и в сезоне тренировка заканчивалась тем что тем что марцелл говорит стоп если так не пойдет дело и тренировка закончена все идем раздевалку то есть доходило даже до того что если что-то неправильно делаем или что-то не получается то иногда марцелл может достаточно жестко и конкретно самое главное сказать каждому в лицо проблем мы это думали что марцелл очень что он очень добрый и все его любят за его доброту общительность а может быть у него бутсы как у фергюсу налетает в раздевалке нет как поменьше бэхома попал до фергюсон не могу сказать пробуться но могу сказать что иногда когда мы играем плохо и что-то не получается марцелл может достаточно жестко объяснить что мы делаем не так а бывает что ты сам например пихаешь игрокам в раздевалке на правах старшего в команде да все бывает ну столько лет футболе выход разные ситуации а что ты говоришь обычно что ну бывает что что-то кто-то делает неправильно и когда никто же не любит когда ему предъявляют за ошибки и претензии поэтому конечно когда есть моменты которые там игрок делать неправильно и мы в целом не только я в целом мы можем вообще в раздевалке обсуждать моменты и скажем так когда переходишь на личности то конечно это не всем нравится но с другой стороны как 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 сказать человеку о том что он что-то делать неправильно если конкретно к нему не обратиться ну ну тем более тебе с твоим авторитетом мне кажется только можно этим заниматься и в лицо все высказывать опять же не нужно перегибать да не нужно постоянно предъявлять претензии потому что во первых мы одно целое мы одна команда и мы должны быть больше друг за друга понятно что и нужно когда нужно нужно предъявить но опять же слишком часто это неправильно потому что это постоянно начинаешь предъявлять всем то это уже больше как уже просто пропускают мимо твои слова то есть они уже могут быть не такими конкретными и человек антон расскажи пожалуйста о вратарской бригаде которая сейчас сложилась и ты игорь илья и вот добавился андрей кудравец да новый футболист динамо как работаете как общаетесь что интересно можно об этом сказать но если хотите же узнать что-то что-то интересное мне сложно сказать да все хорошо хорошо работаем рабочая атмосфера друг друга обслуживаем скажем так в тренировке мы тренировки мы получать странируем друг друга и упражнение которые мы делаем в основном сейчас нас четверо поэтому делаем по парам вот и и общее упражнение нам помогает один из массажистов наших сергей путили он бывший футболист у него отличный удар и иногда в некоторых в некоторых упражнениях он подключается и в общем обслуживаем друг друга рабочий коллектив так что-то вам подметить рассказать что-то интересное сейчас не вспомню даже но если вспомню расскажу личка право тарскую бригаду сказала для них для этой четверки все начинается с нуля это действительно так ну если это тренер говорит не знаю наверное мне кажется всегда начинается все с нуля нужно хорошо тренироваться делать свою работу и по крайней мере я говорю за себя готовиться к сезону быть хорошем форме и выходить и играть а если говорить про тебя антон вот какой твой лучший и худший матч в этом сезоне если вспомнишь я даже сейчас не скажу честно говоря ни лучший ни худший не вспомню сейчас мне кажется такие что каких-то серьезных ошибок я не помню что я совершал в этом сезоне хотя может быть я ошибаюсь но и были момент когда мог где-то выручить конечно же так всегда да у каждого вратаря когда может это выручить мяч где-то рядышком близко чуть-чуть не хватило вот опять же лучшего лучшего матча тоже сейчас не припомнила может быть вы подскажете а если например говорить я понимаю потому что мне часто например про себя очень сложно говорить там хвалить или наоборот как-то чуть-чуть осуждать а если команду отметить например вот какой лучший матч команды в этом сезоне лучший матч второй таймс цска подлинка вообще их достаточно много мне кажется было и второй таймс цска и зенитом и мне кажется два матча супер сырали и с кем еще были у нас такие яркие интересные игры чем сейчас сейчас как-то все вылетело из головы вообще мне кажется у нас достаточно неплохо этот сезон проходит и мы достаточно яркий футбол показа с огромным количеством голов и моментов с приходом нового тренерского штаба как и в наши ворота появилось достаточное количество моментов но опять же наверное это можно объяснить тем что требования новые и вот опять же больше держать мяч разыгрывать от ворот не выбивая сразу приводит к количеству моментов наши ворота но и с другой стороны опять же когда мы соперника вытягиваем на свою плану поле при поле при розыгрыше и проводим при этом выходим из-под прессинге проводим быстрые атаки то соответственно и у нас появляется больше момент поэтому конкретно наверное сейчас я не скажу может быть где-то вы мне сейчас намекнете какие матчи спартак 3-0 обыгрывали в кубке например спорта выиграли на в кубке но опять же да опять много много игр было но я наверное выделю два матча зенитом так сейчас мы и на выезде сыграли достаточно ярко и кстати такая тенденция когда федя вышел в конце с первым касанием же забил хорошие эмоции да это было потрясающе тенденция такая по сезону есть динамо и в концовке может забить и может в концовке пропустить то есть вот последние минуты это прям такие качели да может развернуться в любую сторону согласись почему так получается как раз тот момент на чем нам нужно в чем нам нужно прибавить и играть более грамотно в концовке особенно когда мы ведем с одной стороны хочется еще забивать еще но с другой стороны мы открываемся и можем пропустить поэтому здесь нам нужно здесь нам нужно больше играть более хладнокровно наверное и не выдергиваются даже в той ситуации когда когда есть хорошая возможность забить но не забывать о том что можно могут может соперник отобрать мяч и провести быструю атаку поэтому мы у нас было несколько игр когда мы могли выигрывать в итоге мы пропускали там даже с крыльями это счет у нас был по-моему 2-2 там и 2-0 или 2-2 или 3-1 вели причем причем первый тайм был просто мне кажется супер классными держали игру полностью под своим контролем и вот в концовке мы сыграли 3-3 пропустив и вот таких игр у нас было несколько это говорит только о том что наверное нужно иногда немного потянуть время как бы это не было не выглядело некрасиво может быть лишний раз выбить мяч в аут ситуации в спорной а не пытаться сохранить разыгрывать и в итоге можно привести себе кол антон такой немаловажный вопрос тоже всем интересно динамо много латиносов сейчас целая бригада да как они себя ведут все-таки если общение между российскими футболистами и латиносами нет ли у них отдельной такой группировки которая может быть но так иногда бывает в футболе вот в этом плане вообще все достаточно хорошо у нас нас бегу очень хорошо уже понимает по-русски может быть не все может сказать фаби тоже некоторые там ребята из иностранцев да в целом вообще все хорошо общаются я не могу сказать что да их много сейчас стало в команде но при этом это же еще важный момент он идет и от тренера да если тренера не позволяет скан так требовать требования одни и те же и ко всем и поэтому нет бардака и и в целом как у нас сейчас хороший коллектив ребята все общаются нет проблем с тем что кто-то из иностранцев ведет себя неправильно по отношению коллектива ну и в целом как бы русские ребята тоже стараются общаться с ним в этом плане все хорошо а вот я ворвусь с вопросом из чата антон назови любимый маршрут путешествий на последние несколько лет это мальдивы дубай то направление об чем мальдивы дубай потому что на мальдивах теплая вода но и в целом там климат мне кажется идеальный лучше климата я не знаю то есть там можно и утром и днем и вечером ходить в одной майке и шортах мы конечно для детей это идеальное место для того чтобы купаться и комфортно ну а потом после такого достаточно приватного уединенного отдыха хочется немножко больше суеты поэтому не спустя несколько часов можно оказаться в дубай где уже такой городской режим можно и отдохнуть и на пляже и позагорать и в тот же момент выехать город во время отдыха футболист не обязательно там ты может себе позволить ну хотя мы с тобой говорим да поэтому ты можешь себе позволить там что-то съесть то что не ест во время сезона там выпить бокальчик пива например еще еще что то как этому относиться во время отпуска да и в целом я я на самом деле это вообще проблем с питанием у меня нету проблем с тем что я что-то себе запрещаю но при этом я стараюсь вообще не есть еду из макдональдса я честно не помню когда последний раз макдональдс ел или вкусные . да я стараюсь практически никогда не пить колу спрайт и фанты хотя редко позволяю могу себе позволить то есть сладкие какие-то газировки стараюсь не пить что касаемо еды меня никогда не было проблем с весом у меня все сгорает поэтому я все что хочу ну просто просто стараюсь более-менее соблюдать вот правильное питание тем более здесь у нас рома с нами на сборе порно шеф-повар который следит за кухней и готовят нам только здоровую еду у нас практически нет сладкого и сладкого только фрукты ну и какие-то на перекусы там немного печенек но не мне кажется тоже такие достаточно полезные а вот еще один вопросик из чатика нашел мы уже задавали марцу этот вопрос про рыбалку антон как у тебя с рыбалкой потому что марцу вообще не зашел не не понравилась рыбалка у тебя как я тоже не рыбак один раз когда был маленький я пошел с другом ловить рыбу и в итоге поймал себя закинул закинул лодочку в ней пришлось все отрезать и себя порвал кофту и довольный пошел домой и вот сейчас сейчас мы отдыхали выход когда мы поехали на рыбалку в итоге я не поймал ни одной рыбы который я ловил сорвалась зато у тебя круто получается ловить мечеть да мне по мне просто понравилось что пять шесть утра мы отходили на лодке вот красивый рассвет был это надо максим что не запомнилось из этой поездки а ну и мы там встретили стаю дельфинов которых там было не знаю может быть 30 дельфинов в общем я ищу красоту в другом скажем так рыбалка это не совсем мое но марцелл называет рыбаков тихими сумасшедшими да он сказал которые люди сидят по три часа ничего не ловит и потом довольны домой а как с активным спортом на отдыхе да я кстати спала счетную ситуацию когда мы были на карантине когда к виду и мы уехали за город и у нас там волга река и друзьям уловили огромное количество рыбы и они привезли не знали что с ней делать и мы решили ее почистить и приготовить так там не удача на волге я ни разу не ел рыбу которую там поймали потому что сам не рыбак и я посмотрю в интернете что можно рыбу прикрутить досточки и почистить ее керхером и чешую в очистке за это был такой экспириенс опыт и в итоге мы там пытались рыбу почистить керхером а она не отлетает делась там же давление разлетелась в чешуе но при этом мы попробовали рыбу в целом была костлявая не понравилась в общем друзья не используйте вайфхак антон проверил не работает не работает не пробуйте а то насколько я помню вот в то время ты все равно выкладывал видосы на свои каналы в соцсети как ты тренируешься там у это поляна была красивая хорошая где ты все равно там бегал прыгал как обычно за мельчином да но это у нас просто дача находится на территории гостиничного комплекса и понятно что но обычно есть обычные площадки там где можно было потренироваться да понятно что все было закрыто и даже зал в котором я тренировался периодически и тренируюсь когда в отпуске все закрыли в итоге была трава там я не знаю там достаточно небольшой пятачок у меня небольшой участок ну где соответственно и тренировался ну вот попросил папу говорю слушай можешь мне побить вот он мне тренировал по поводу активного да я спрашиваю отдыха можешь покататься там на не знаю на лыжах по воде на как не квадроцикл эти водные еще что-нибудь себе позволить а вот кстати да история что ману нояр ведь на горнолыжке сломался и у него кресты были и вы был на долгий период за очень нужен был бывали запрещено вообще да да это интересно это может запрещено как-то но действительно по контракту нам запрещено все что касаемо с опасными видами спорта использовать ну то есть лыжи по контракту конечно запрещены действительно я могу сказать что я в детстве научился кататься на лыжах и родители поставили на доске с ноуборде но уже последние несколько лет я не катаюсь хотя ребенка поставил на лыжи своего раньше даже мы ездили за границу кататься на лыжах на досках в общем сейчас я себе такого не позволяю что касаемо на водных лыжах я не катался ни разу ну при этом я катался на серфе это получается идет катер и за катером до волна он создает волну на которой ты можешь встать на доску и соответственно забираться на волну и съезжать мне кажется достаточно безобидный не за вид спорта ты ни к чему не привязан твои ноги не прикреплены к доске и поэтому если ты даже падаешь что в целом ты просто падаешь в воду но там мне кажется мало шансов получить травму да мне нравится иногда я катаюсь а вот хочется чуть чуть больше перейти вернуться к футболу к обсуждению мне очень интересно следишь ли ты за статистикой потому что у тебя есть несколько достижений да и помимо 17 сезонов мы тоже несколько статистических данных подобрали потому что в этом сезоне ты сыграл свой 300 юбилейный матч за динамо это был против факела в рпл и получается ты обошел легендарного льва яшина по количеству игр за динамо во всех турнирах вот и в этом сезоне ты также можешь обойти по количеству матчей за динамо во всех турнирах прославленного защитника александра маховикова кстати говоря вот и вот хочется спросить тебя вот ты следишь за статистикой и вот для тебя это что-то значит или ты просто вот играешь футбол из игры в игру но конечно я играю футбол из игры в игру но понятно что ребят из медиа службы иногда мне говорят до игры после игрота вот такое достижение и безумно не безусловно приятно но при этом наверное после одного достижения ты ставишь себе новую планку и движешься к следующему достижению это то же самое вот как матч проходит мы выиграли допустим зенит или спартак обыграли и все радуются все классно но уже завтра мы начинаем подготовку следующему матчу и уже вот эти эмоции радость она уходит на второй план потому что ты должен готовиться к следующей игре ровно такая ситуация после поражения то есть не успеваешь сильно переживать долго потому что нужно уже готовится к следующему матчу поэтому от достижения достижению двигаемся дальше хотя и конечно приятно ну то есть я нет такого что как роналду например он был помешан там на рекордах что прямо ему каждая цифра важно вот то есть тебе например говорят ребята и ты такой ну круто классно да то есть не такого что это прям следишь ну конечно мне бы очень хотелось и сейчас я себе поставил цель сыграть больше всех матчей за динамо да стать рекордсменом и нужно двигаться к этой цели в свое время я очень хотел для меня очень важна была отметка 100 матчей на ноль в пример лиге поэтому до достижения есть ставим задачи ставим есть цели и двигаемся дальше антон чтобы побить этот рекорд александр новикова должен быть и 18 сезон наверное да за динамо потому что иначе не получится кстати фантастический вопрос из чата хочется зачитать антон какие самые красивые голы забивались команды динамо когда ты играл в воротах вот и вот какие ты можешь отметить может быть вспомнишь но я бы отметил сразу что касаемо моего участия был матч когда я кости каю надал голевой пас на самом деле таких немного к сожалению хотя голевых пасов у меня было несколько но просто концовки не хватало забить вот но тот матч когда мы играли по моему мы играли с ахматом вот через через все поле я отдал костику и на пас да и соответственно вышел один один сорта рём или забил причем до этого я был сборные и мы тренировали вот эти длинные передачи с 3 вратарею сборные в целом было упражнение нужно выбить мяч как можно дальше и примерную точку куда нужно выбить для игрока обозначить обозначали и сразу же буквально после сборной у меня по моему там прошла может недели у меня получился голевой пас еще мне сейчас вспоминается один матч когда мы проигрывали ахмата в меньшинстве 10 и на последних секундах на своих минутах то в конце матча я побежал на угловой и прям буквально передо мной ваня ордец забил мяч хотя мне казалось что он сейчас летит ко мне в голову я сейчас его ударю в угол и это будет мой первый гол но в общем ваня не опередил но и отлично что он забил гол после этого там был как раз момент когда может быть и до этого я уже не помню когда со мной вышли два игрока ахмата там практически вдвоем на одного и какой-то пас прострел там ударил поворотом и мне удалось красиво отбить этот мяч эту игру мы вытащили проигрывая сыграли 1 1 ну а в целом так были красивые голы и у дениса колодина вы наверно все помните раз вовы на ростову раз нужно на ростов и он очень красиво забил в падении у кевина кура не было огромное количество красивых голов и и андрей воронина на самом деле можно перечислять перечислять и у нас у нас в динамо и у федесного сколько голов красивых у нас на самом деле всегда очень классные классные нападающие очень много и поэтому поэтому и много красивых голов костюками нас радует радует каждый сезон красивый голами антон а помнишь еще на прошлых зимних сборах ты давал интервью нашу медиа у тебя еще жение медведев брала брала интервью и ты сказал что за всю вообще твою карьеру к тебе ни разу ни один игрок не подбежал чтобы с тобой отпраздновать в моменте этот гол вот скажи что-то изменилось или нет они такую красоту кладут но нет чтобы антону там как-то подержать подбодрить с ним отпраздновать я даже просил говорю хоть раз найдите меня подвигите а где-то сюда далеко бежать может быть он просто не смотрит интервью хотя сегодня сказали будем смотреть и под чужими никами сдавать у тебя есть шанс обратить к ним это это вот может быть ты как-то обратишься к ним давайте отпраздновать вместе ребята ну кому он хорошая идея хорошая идея ребят давайте в следующий раз кто смотрит с фейков мы все знаем ребята мы все знаем отпразднуйте пожалуйста как минимум один гол весенний часть сезона антон ты кстати сейчас вспоминал да вот тот самый эпизод с ахматом когда действительно хотя с трибуны насколько я вспомню даже показалось что чуть ли не ты забил сначала вот но это была 90 там какая-то минута и победа 1-0 игоря кенфеева недавно спрашивали про желание там забить или нет желания забить гол с пенальти он сказал что вратарь должен заниматься своим делом у него такого желания нет у тебя не было никогда желания пробить пенальти но на самом деле я да если что-то мнение игоря и я в целом с ним согласен что когда вратарь бью другому вратарю пенальти ну или в целом сбивает гол то не совсем как бы как бы так сказать про не то чтобы не совсем комфортно но наверное каждый должен заниматься здесь это своим делом хотя опять же бывают ситуации когда там после матча в пенальти и вратарь чувствует себе силы уверенность что может подойти и забить это наверное такая ситуация чуть другая не просто когда товарищеский матч и вот пенальти поставили и ты вот пошел пробить вот такой классный там и не знаю еще при этом счет уже 4-0 и ты хочешь просто покуражиться свое удовольствие забить ну так я думаю что не стоит но когда когда действительно цена там ошибки велика и если вратарь чувствует себе силы может подойти то почему нет ну ты на тренировках бил пенальти у тебя хороши удары с точки конечно бил и конечно там играем и вратарями иногда играем стоит один вратарь другие вратари бьют кто кто отбил соответственно меняется кто не забил пенальти идет ворот стай но опять же это все как шутки как и игры у у меня такой цели не было никогда поэтому наверное я никогда не бил пенальти антон а вот еще один вопрос из чата хочу задать очень интересный мы хотим сто процентов чтобы ты как можно больше остался у нас клубе побил как можно больше рекордов но вот были ли у тебя мысли о том чем ты будешь заниматься после профессиональной карьеры вот там даже люди из чата рассказывают историю что они общались это супружеская пара с тобой в гуме и жена вот человек который написал сообщение говорит что видеть я в работе с детьми как ты на это ответишь возможно ли это но в данный момент я не хотел бы стать тренером и не хотел бы стать тем более детским тренером хотя наверное опытом не наверное достаточно большой опыт у меня для того чтобы тренировать вратарей вижу себя в структуре клуба если конечно же у нас когда наступит такой момент я обязательно подумаю и руководители нашего клуба не раз говорили о том что он тон конечно же мы тебя ждем и будешь работать с нами вместе структуре динамо вот поэтому посмотрим пока я играю в футбол я в первую очередь думаю о футболе но в целом делал много чем заниматься и много много разных пунктов которые у меня записаны моей записной книжки о том чтобы я хотел сделать после окончания карьеры вот на эту же потом чуть позже очень много хотелось бы конечно путешествовать очень много бы хотелось заняться теми теми вещами и видами спорта которые сейчас мне не позволяют и нет времени на них поэтому пока буду играть футбол а потом уже чуть позже я подумаю о том чем заниматься более серьезно и глобально все-таки каждое каждому делу нужно уделить очень много времени и поэтому я не хотел бы ну к примеру находиться в клубе и не понимая за что отвечаю без ответственности мне это неинтересно вот ну и конечно же нужно достаточно знания имеет для того чтобы помогать но ты с такими с какими чувствами ждешь лето но безотносительно того как на команда закончить сезон в плане для себя да наверное будешь садиться принимать какое-то решение конечно в данной ситуации я хорошей форме я тренируюсь я готовлюсь к второй части чемпионата и задача моя хорошо подготовиться для того чтобы хорошо провести вторую часть сезона и чтобы наш клуб побеждал ну вот соответственно планы на будущее на такой позитивной ноте хочется перейти к более расслабленной такой части нашего сегодняшнего стрима мы сегодня подготовили разные афоризмы мемчики из футбола и хотим проверить насколько ты их знаешь вот сейчас саша зачитает тебе и сможешь ли ты где-то цитату например добавить и много всего в общем такого веселого сейчас в общем да это все известные в общем-то выражения но для болельщиков в первую очередь а вот как футболисты насколько тоже это все знают я начинаю фразу может быть даже одно слово ты должен его продолжить итак поехали колодин первое что приходит в голову неожиданно выражение самое известное про него колодин да да все правильно пушка страшная да кстати чавес сейчас забил гол стиле колодина можно сказать в вчерашнем матче еще одна пушка страшная да 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 я на тренировках также бьет да буквально буквально позавчера на вечерней тренировке там остались немного и он достаточно хорошо бил я говорю на сегодня не нужно забивать нужно завтра забить и вот он вчера вышел в матч забил и после игры подходит и говорит вот видишь мы с тобой тренировали и я вышел и ты попросил забить я забил а вот надо было ему к тебе бежать сразу и с тобой праздновать этот гол тогда это была бы такая красивая история да я сейчас я сейчас закончу это оттуда же с евро 2008 я сейчас закончу я сейчас закончу вообще все или что-то да 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 абсолютно правильно ну вот это вообще очень легкое let me speak from my heart my heart конечно это леонтич да порадует нас своим английским легендарная причина отказа от послематчевого интервью одного из футболистов я думаю ты его тоже хорошо помнишь извините и одно слово показала что-то у него в руке извините пирожки извините пирожки александр рязанцев саша рязанцев его хотели остановить в миг зоне у него какая-то булка была в руке вот и он проходил на миг зон и сказал извините пирожки и пошел дальше вот такая была веселая история да это как вайфхак если что если хочется отмазаться от интервью можно вот использовать этот кейс ну или пицца там тоже да звучало да 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 можно что-то как будто ты ешь еще одно известное выражение комментатора на этот раз пижоны лежат пижоны лежат владимир маслаченко после финала лиги чемпионов 99 года знаменитого эмью бавария профутболистов баварии пижоны лежат а великие торжествуют вот такая фраза когда помнишь два два гола в дополнительное время практически да так и вот еще парочку 95 год пятый тур ротор громит сочинскую жемчужину 7-0 и тогда арсен айдионов главный тренер сочинцев нашел причину поражения сказав легендарную фразу судья сломал игру пятый седьмой голы забили в его ворота пятый седьмой ворота его команды забили из офсайда на самом деле то есть такая тоже причина веселая да пятый седьмой казалось бы причем тут уже так ну и вот это точно должен знать 2006 год Дмитрий Булыкин делает что-то выходит на замену точнее Юрий Павлович просит его сними варежки да варежки сними варежки сними я кстати был на матче по-моему даже играли если не ошибаюсь на малой спортивной арене на искусственном поле я только не помню это была то ли товарищеская игра то ли это был может я ошибаюсь вот из этого матча это это матч с Сатурном в Лужниках по-моему это было если не ошибаюсь это но что-то запомнилось может я ошибаюсь мне запомнилось что это было на малой спортивной арене на малой спортивной арене играли с крыльями в кубке однажды ну в общем ладно не важно да ну вот и последнее ну тут наверное не будем сейчас ругаться но я капитан команды в исполнении после этого кстати момента я сидел в кафе в этот момент кушал позвонил папа и говорит Антон ну ты готовишься я говорю к чему он говорит ну все ты теперь второй вратарь я говорю какой второй вратарь а я до этого проходил предсезонку с основным составом и как раз да и вот после этого момента мне папа ну ты теперь второй вратарь я его как второй вратарь он говорит ну вот Сергей Иванович удалили красную карточку получил и возможно его удалили не на одну игру а гораздо больше так что теперь ты будешь второй вратарь ну и вот так и получилось и тогда была конкуренция с Жидрюнусом с того момента да началась конкуренция с Жидрюнусом он закончил сезон этот и уже потом после предсезонки после нескольких матчей соответственно состоялся мой дебют против Химок Антон еще один такой вопрос из личного немножко как-то я в прошлом году общался с твоим первым тренером ну или одним из первых Владимир Владимировичем Козловым у меня потому что сын тоже за Динамо занимался на тот момент и мы как-то начали тебя вспоминать и он сказал что он помнит тебя Козлов левым защитником как что ты начинал левым защитником это правда? да все верно ну я когда пришел в футбольную академию Динамо понятно что совсем маленькие детки были непонятно кто на какую позицию играет но действительно меня поставили слева так как я левша вот и в дальнейшем как-то так получилось когда увидели моего папу тренеры сказали слушай он мог быть неплохим вратарем давайте пару тренировок постоит в воротах ну так все и пошло с этого все и начиналось ну и финальная сейчас часть нашего стрима я сейчас буду тебе задавать такие краткие вопросы на которые нужно будет максимально коротко отвечать прям первое что тебе приходит в голову в режиме Блица да прям да такие прям супер быстрые ответы твой самый лучший сейв за всю карьеру в Динамо против Спартака когда у тебя много было противостояний вспомнишь ли сезон а вспомнишь ли ты сезон у тебя же много матчей было какой именно сейв да это был последний ну пусть это будет последний матч в сезоне мы тогда могли после победы попасть в Еврокубке а после поражения против Спартака мы играли как раз по моему на открытии арене да на открытии арене да а при поражении мы могли попасть в зону вылета то есть настолько там в турнир таблицы мы настолько все близко шли ну и там был хороший сейв когда промис меня пробил в дальнюю углу я успел там перестроиться и резко сработать ну и вообще тогда тот матч мне показался там был достаточно классный там много было хороших спасений лучший нападающий против которого ты играл? наверное Халк или ЭТО лучший защитник с которым ты играл в Динамо? их на самом деле много это и Фернандес и Денис Колодин лучший защитник вообще да не обязательно крайне центральный но это и Йованты на сезоне в общем таких действительно было очень много тот старый Фернандес еще да который был ну и Фаби хороший защитник твой самый запоминающийся момент в Динамо футбольный футбольный момент вот именно в футбольном матче мы говорим о футбольном матче именно в игре да? да 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 не знаю ну пусть будет голевой пас на кости карина от какого игрока Динамо сложнее всего брать удары на тренировках? ну можем взять количеством так как с Федей с Молом много лет вместе хотя он и выходил из Динамо и навернулся пусть будет он если бы ты мог сыграть в поле хотя бы один матч то на какой позиции? может левый защитник? тот самый? я был бы защитником скорее центральным левые все-таки должны много бегать они достаточно атлетичные маленькие в основном там тяжелая позиция в центре поле было бы шикарно я думаю что я смог бы есть ли у тебя предматчевые ритуалы? ну скорее не ритуалы а скорее больше внутренняя самоподготовка то есть меньше улыбаться меньше разговаривать быть более сконцентрированным это вот в день игры я говорю про это ну и конечно нужно хорошо выспаться пораньше лечь спать но это мне кажется как и у всех набраться сил и быть готовым к матчу любимый вратарь за всю историю футбола ну опять же не могу назвать одного их много так чтобы прям любимый нет так чтобы вратари за которыми я следил мне нравится их техника нравится как они играют но опять же это в разные поколения разные вратари но это пусть будет на первом месте Лев Яшина твое любимое место в Москве мое любимое место опять же их несколько но пусть будет Красная площадь к сожалению редко получается есть возможность поехать в центр погулять но там безумно красиво и конечно же это центральное место куда я бы посоветовал съездить ГУМ Каток Красная площадь что еще может быть лучше Дом Динамо между прочим тоже там же Дом Динамо да твое любимое блюдо твое любимое блюдо я бы сказал наверное не блюдо я так вот себе вопрос задал как то какая кухня мне нравится и я понял что вот если убрать все кухни и выбрать только одну то наверное это грузинская мне очень нравится грузинская кухня и ну пусть будет в этом направлении давайте думать хотя и опять же мне очень нравится паста спагетти но при этом я бы наверное не смог бы только на одной пасте жить я бы выбрал в направлении кухни грузинской полностью тебя поддерживаем да отлично твой любимый исполнитель или музыкальная группа вот знаете тут у меня нет такого какого-то направления что вот я люблю вот исполнителя какого-то или одну группу вы знаете сейчас мне больше нравится даже что-то в направлении джаза но опять же это разная музыка в разных направлениях и сегодня у меня настроение есть более джаз что-то спокойное и даже вот я прихожу с тренировки включая музыку обязательно там и иду в душ я вот как-то живу прям с музыкой но при этом у меня нет такого что я слушаю что-то одно пусть будет направление джаза окей ну и последний вопрос как в 36 кайфовать от футбола так же как в 20-18 как это вообще? да надо просто кайфовать от жизни и заниматься любимыми делами вот когда ты занимаешь любимым делом ты получаешь огромное удовольствие от того что у тебя получается понятно что иногда нужно потерпеть понятно что тяжело но если ты отдаешься полностью своему любимому делу как я футболу как я своему вратарскому искусству то обязательно должно получаться и наступает тот момент когда ты реально кайфуешь кайфуешь ты к сожалению гораздо меньше чем прикладываешь усилия чтобы получить этот кайф но вот эти вот считанные там не знаю моменты они приносят огромное удовольствие а обычно такие моменты происходят после побед на самом деле вот даже знаешь ты говоришь и прям эмоция это чувствуется что ты о своем деле прям с такой особенной теплотой говоришь то есть это на самом деле ну чувствуется что ты это искренне говоришь и пользуясь поводом у тебя совсем скоро день рождения и дорогие зрители тоже не забудьте Антона поздравить в соцсетях вот а и мы тебя с наступающим так сказать поздравляем может быть есть что-то чтобы ты сам себе пожелал может быть а кстати не первый раз за последнее время в москве день рождения не на сборах отметить или вы уже улетите 27 да последний раз когда мне 30 лет исполнялось тогда мы вернулись в промежутке между сборами в москву то есть я практически никогда не отмечаю день рождения дома всегда это на тренировках либо перелет да либо две тренировки в этот день вот но я бы хотел сказать вам спасибо огромное и за эфиры и за пожелания что бы я хотел себе пожелать но я бы хотел себе пожелать наверное здоровья это самое главное что в нашем спорте вообще в жизни в целом нужно каждому человеку ну и мне в том числе чтобы нагрузки чтобы тренировки проходили успешно чтобы не оставалась осадка потому что такое бывает да после тренировок когда что-то не получается и ты расстроен и приходишь чтобы как можно меньше таких ситуаций было ну и конечно же в жизни анализировать ситуации выбирать лучшие выходы из них и двигаться дальше ну а нашим болельщикам я бы хотел конечно пожелать пожелать болеть за наш клуб болеть за нас переживать приходить на стадион поддерживать нас и мы вот как одно целое будем лететь сносить всех как не просто так говорится силы движения вот это наше движение дальше должно продолжаться вместе Антон спасибо тебе большое знаешь есть такое ощущение что у Динамо особые какие-то с вратарями дела мы все гордимся тем что у Динамо был Лев Яшин обладатель золотого мяча лучший вратарь в истории футбола считается и сейчас мы гордимся тобой что у Динамо есть ротарь который всю свою карьеру отыграл в одном клубе таких людей очень очень мало вот и здорово что у нас есть ты спасибо тебе огромное спасибо Антон было очень приятно очень приятно спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok